Точно выверенный процесс для идеального результата. Всегда. Даже в мелочах. Борг. Умный чайник, который сам заваривает чай. Вот мы и добрались до твоего бункера. Сегодня такие как Рыбаков или как Тинькофф, как Галецкий, появляются скорее как исключение. Государство может быть там не последнюю роль играет. Или вы все в доле? Бабла нет. Надо послушно выполнять кем-то установленные правила. Я немножко волнуюсь за бизнес Технониколь. Хрен сожмешь, хрен надавишь, хрен отманипулируешь. Компания Технониколь будет домики строить. Законовый проект в Госдуму или что вы хотите сделать? Это какое-то рабское мышление надо в себе убить? Простая идея убить в себе раба. Она не работает. Большинство, кстати, людей ни в чем вообще не разбирается. Но ты посмотри, какие изделия строит Пик. Хреново моё качество жизни. Невероятно сложная идея для чиновников. Обычно мы грыземся, конкурируем на рынке, мы не сядем за один стол. У кого бабла есть, говорит, сюда мы не поедем. В 90-е был ужас ужасный. Какого в виде находятся туалеты на Систихе? Наиболее близкий все-таки американский подход для России. В Америке очень много земли, в России много земли. Слушай, доставить Америку в Россию не удастся. Было такое слово. А больше ничего говорить. Москар Хартман говорит, что он вообще не читает новости. Может, фрет. Русские достаточно странные люди. Все знаем, но предпочитаем, чтобы им воспользовались другие. Да, мы вообще все знаем, но ни хрена этим не пользуемся. Выбираешь, как крыса, бегать туда-сюда. Ведь Форбс утверждает, что деньги имеют значение. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не Форбсы. В Москве осталось не так много долларовых миллиардеров, готовых дать интервью сегодня. По обложке и заголовку вы уже догадались, что мы идем в гости к Игорю Рыбакову, сооснователю компании «Технониколь». В последнее время он также известен как автор книг, музыкант, ментор и даже меценат. Погнали. Игорь Рыбаков – совладелец компании «Технониколь», который он более 30 лет назад основал вместе с сокурсником по МФТИ Сергеем Колесниковым. «Технониколь» специализируется на стройматериалах, производстве кровельных и изоляционных материалов и является одним из лидеров российского рынка. В рейтинге российских миллиардеров 2023 года Рыбаков занимает 84 строчку с оценкой состояния в 1,4 миллиарда долларов. За последний год ему удалось увеличить свой капитал на 300 миллионов долларов. И это несмотря на всю турбулентность, эко-пандемии, начало СВО, нарушение логистических цепочек, так называемую отмену россиян в мире, блокировку счетов, мобилизацию и полную неопределенность вокруг. У «Технониколя» 65 производственных предприятий в 8 странах мира, в том числе Литве, Польше, Италии, Германии и Великобритании. Правда, в этом году зарубежным площадкам «Технониколя» пришлось отделиться от материнской компании. Выручка «Технониколь» в 2022 году составила 179 миллиардов рублей, из которых 28 миллиардов пришлось именно на европейские активы. В 2015 году Игорь Рыбаков стал меньше внимания уделять бизнесу и сконцентрировался на созданном вместе с супругой Екатериной в институте ускорения экономического развития или Рыбаков в фонде. Его капитал 1 миллиард рублей. Фонд поддерживает предпринимательские проекты в сфере образования, раздает стипендии и ищет таланты. Помимо этого Игорь ведет активную медийную жизнь. У него более 250 тысяч подписчиков в Телеграме, почти 2 миллиона в ТикТоке и 2,5 миллиона на Ютубе. Он комментирует новости. Пишет музыку, читает рэп, собирает концерты в Кропус-Сити-Холе, проводит мотивирующие лекции, в общем не скучает. Раньше Рыбаков активно инвестировал в стартапы. За последний год выкупил 25% в консалтинговой компании Альтхаус и завод по производству домокомплектов. Новая фундаментальная идея Игоря – одноэтажная Россия с аккуратными и удобными поселками. Под это дело он собирает конфедерацию городов комьюнити, состоящую из девелоперов, застройщиков и надзорных органов, с которыми планирует, как он сам говорит, улучшать жизнь людей за счет распространения горизонтальных городов. И это мы еще не говорили про детские сады Рыбакова. Он планирует разработать образовательную реформу по системе советского психолога Выгодского. Ну, хватит болтать, пора узнать у одного из самых смелых миллиардеров российского списка Форбс, как ему новые времена и каким он видит наше будущее. Многие говорят о кризисе, но количество богатейших людей в России, тем временем, увеличивается с каждым годом. Растет их состояние. Управлять большими деньгами сегодня – задача для асов. Именно поэтому в бизнес-комьюнити открыта настоящая охота на грамотных финансовых директоров. Спрос на таких специалистов растет каждый месяц, а предложения выглядят весьма убедительно. Высокий оклад, гибкий график, бонусы и преференции. Крупные игроки рынка готовы высоко оценить такого профессионала. Но что, если вместо инвестиций в новые кадры сделать ставку на апгрейд собственных компетенций? Расширить свой финансовый инструментарий, разобраться с оптимизацией зарплатных процессов, свести к минимуму риски и получать прибыль при любых колебаниях рынка. Этому учат преподаватели Академии Эдисон. Открыт набор на практический курс «Финансовый директор». Программа курса – хорошо сбалансированный микс теории и современные практики в сфере финансового менеджмента. За 3-4 месяца обучения вы сможете примерить на себя роль финансового директора, пощупать бизнес-среду, повысить свои знания в сфере финансов, отобрать эффективные тактики поведения в разных условиях рынка и построить стратегию личного роста с возможностью увеличить свой капитал ежедневно. Преподаватели Эдисон – эксперты практики из большой четверки, успешные предприниматели и финансисты, которые поделятся с вами бесценным опытом по всем аспектам управления финансами. Под руководством кураторов вы получите полный набор инструментов «Финансового директора», актуальных на 2023 год. Отработайте их на современных онлайн-тренажерах и решите 17 реальных бизнес-кейсов. Скажете, что скоро лето, обучение можно ставить на паузу и продолжать занятия в удобное время. Кстати, к урокам можно возвращаться бессрочно. Доступ к курсу с его обновлениями у вас останется навсегда. По промокоду Forbes вы получите скидку 60% и персональную консультацию с экспертом курса. Оставляйте заявку прямо сейчас, сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Игорь, здравствуй! Последний раз на YouTube-канале Forbes интервью выходило у нас три года назад. Много воды утекло за это время. Что глобально изменилось в твоей жизни за три года? Как твое ментальное здоровье? Давай с этого начнем. Я растерзан собственной уверенностью в том, что деньги имеют значение. В том, что я знаю природу власти. Теперь я знаю точно, что я ни хрена не знаю. И что мы живем в общем-то в полной неуверенности и так будет всегда. В общем-то так было всегда, но постоянно возникала какая-то иллюзия, которую хотелось охранять, обустроить и так далее. А сейчас эта иллюзия окончательно ушла. Все. Какие мысли насчет замешательства? То есть у многих людей они идут в две плоскости. Вот остаться делать бизнес в России или уехать делать бизнес не в России. И какое видение у тебя? Ну во-первых, любые простые идеи, любые простые идеи окончательно проиграли. Например, что деньги это власть, или что информация это власть, или что можно, например, получить бизнес-образование в каком-то университете. Вот эти простые идеи, они окончательно утратили свое значение. Вот. Поэтому такая простая идея уехать, остаться и типа что-то от этого поменяется, но для меня не актуально. Вот. Ты знаешь, я перестал мыслить простыми категориями. Вот просто перестал и окончательно понял всю слабость этого подхода. Искать что-то главное и типа что в этом главном спорвается вот ответ на вопрос. Ну нет. Конечно, очередная западня, ловко расставленная некоторыми более изощренными товарищами, да. Вот и все. Поэтому нет, я не рассуждаю термином уехать или остаться. Я нахожусь в замешательстве, я нахожусь в таком, ну то есть я осваиваю замешательство, да, как пространство, в котором я живу. Неопределенность, как питающее меня многообразие. Я его осваиваю заново. Вот. Вот так я могу охарактеризовать. В этом неопределенности, в этой, в этом многообразии, в этом замешательстве, там нет вопроса уехать и остаться. Вот настроение, которое сейчас есть, оно оберегать то, что уже заработал, попытаться увидеть там завтрашний день или наоборот вложиться сейчас максимально, потому что рынок низкий или какие-то процессы остановить полностью, какие-то начать совершенно новые. Да, хороший вопрос, конкретный ответ. Две основные линии. Первое, это искусственный интеллект и ставка на... Чат GPT? Чат GPT это опять попытка уйти от изощренности и какой-то там сложности, типа сейчас чат GPT все порешает, да, только надо его спросить, да, ну давай так. Это очередная иллюзия, кстати. Окей, искусственный интеллект однозначно вторгается в жизнь людей. Кто-то говорит нам, что 300 миллионов рабочих мест мир потеряет из-за того, что его заменить там роботы и так далее. Ну да, это все происходит. Что с Технониколь за последний год произошло? Как я понял, ситуация у вас улучшилась. И вот касательно этого завода, который Технониколь приобрела, это как раз новая возможность, которую вы видели? Это завод иностранный какой-то прошлый, насколько я понимаю, или это новый завод? Завод домокомплектов, он вообще стоял, простаивал. Мы его купили как актив и... То есть это не европейцы, которые ушли с рынка? Нет, он просто стоял и так как мы входим в этот рынок, мы взяли простаивающие активы уже три года и заново запускаем этот завод. Наряду с этим несколько заводов мы тоже купили от уходящих, от уходящих из России игроков. Ну они нас спросили... Какой дискаунт был у вас? 50%? Ну дискаунт, да, порядка 50%. Ну это рыночный дискоунт уровня вот как раз риски, как оценки. То есть на самом деле это же фактически все эти оценки делают, вот эти умные оценочные бюро и так далее. Ну диском примерно 50%. То есть дальше мы купили несколько лесосек и деревообрабатывающих заводов. Сейчас мы будем покупать еще несколько деревообрабатывающих заводов, присматриваем... Ваши заводы в Европе, вы их закрыли, продали, что сделали? Слушай, сейчас компания переходит на режим, что она... Ну как бы фактически сплит произошел, разделилась компания. То есть нет одной компании. А есть теперь компания на западе и компания в России? Да, она вот разделилась и управляется абсолютно автономно. И мне сложно сказать за перспективу воссоединения, то есть это не от меня зависит, это, знаешь, геополитических регуляторов зависит. Вот. Всекущая ситуация такая. Но, конечно же, вот этот процесс идет очень болезненно. А ведь экспорт, который производил технониколь, страны Восточной Европы, Западной Европы, но он составлял очень внушительную сумму. Процентов 20-30 от вашей ручки? 25, да. Вот. Фактически весь этот экспорт сейчас ноль. Поэтому очень болезненный процесс перестройки. То есть, ну, я бы сказал, даже не перестройка. Это, грубо говоря, ну, новое строительство из обломков. Вот. Ну, знаешь, как только люди и вот предприниматели или управленцы технониколь стали воспринимать новые обстоятельства, не как вот обстоятельства, но вот было раньше хорошо, а сейчас вот. А как стали воспринимать, что, ну, такие краевые условия, надо же выживать. Это произошло достаточно быстро после, там, трехнедельного шока в начале, да. Ну, а потом, а делать-то что-то надо, да? А пишите, как вы решали этот шок с вашим партнером уже столько лет, Сергеем Колесниковым. Как этот разговор у вас состоялся? На повышенных интонациях или это вы пару слов просто перекинулись, когда все случилось? Ну, было такое слово, блин. А больше-то что говорить. Знаешь, предприниматели все-таки вот это вот… Я всегда думаю, блин, как будто мы, знаешь, как будто мы проходя вот эту вот полосу вот этих вызовов, ну, от маленьких, средних, там, больших и очень больших. Мы как будто бы вот готовимся каждый раз к тому, что когда происходит очередной просто катастрофический поворот, два черных лебедя приходят, да, ты знаешь, чем хуже, тем лучше. То есть, когда два черных лебедя приходят, ну, как будто бы, ну, чего, вот он пришел, ты его сразу видишь, ты его видишь. Ну, главное не слиться в панику, да, ну, Ну что, у вас не денечка паники не было? Ну, была, конечно, но я же тебе говорю, не слиться, в смысле не остаться там, потому что, ну, паника такая штука, когда называется, знаешь, деструктивное замешательство, знаешь, важно перевести замешательство в некую конструктивную зону и начать работать со штормом. Ну, представляешь, вот капитан ведет судно и вдруг шторм навалился, он такой, а-а-а, все пропало, шторм, мы не ждали, прогноз погоды был же, там нет шторма. Он ушел с мостика, покинул и пошел там искать, кто виноват, ну, корабль разобьется. Поэтому важно прийти опять на капитанский мостик и начать работать конструктивно с этим замешательством. Ну что, окей. Да, горизонт планирования сменился там с семи лет или там с двенадцати лет до один месяц. Ну, хорошо, когда все это произошло, горизонт планирования был там месяц-два-три. Ну, потому что ничего не понятно, ну сколько, есть какое-то время, производство работают, коллективы, сырье есть какое-то, мы что-то там работаем, какие-то платежи идут, да, а дальше мы же не знаем, как измениться платежи, как поведут себя покупатели, как что, кто себя поведет. Поэтому наш срок планирования сужается до уровня, давайте подождем, как будет, вот мы сидим ждем. А когда мы ждем, какой срок планирования? Ноль. То есть ты просто сидишь, ждешь, ты такой пассивная щепка. Вот это и есть фаза замешательства вот этого деструктивного. Но в целом, знаешь, мы не знаем перспективу, с которой регуляторы местные, там Польша, Германия, там Италия, да, будут оказывать давление на производителей, у которых владельцы, ну, например, из России. Мы эту перспективу не знаем. Ты знаешь, в Европе очень такой интересный климат, то есть у них нет законодательного предписания, как делать, но есть так называемое телефонное право, там вот это, ну, такое давление, да, социума, да, на поведение правительства, ну, как ты должен себя вести, вот. Поэтому никто не может ничего в юридическом поле сказать, а вот в понятийном, да, происходит какие-то вот эти вот подвижки. Вот. Но они происходят достаточно медленно и я надеюсь менеджменту, трудовым коллективам удастся с этим, ну, именно справиться, что эти вот подвижки не приходят, как, знаешь, ноль единицы. Вот. То есть я рассчитываю на то, что, знаешь, технониколевские менеджеры достаточно адаптивны, чтобы выдержать, ну, такие вот большие шторма. То есть, ну, в конце концов, какая перспектива? Ну, первое. Ну, мы готовимся в некотором смысле, может быть, продать европейские активы, если мы, ну, будем, вот, знаешь, в таком подвешенном состоянии, ну, когда, ну, будем подождать, будем смотреть, что будет. Ну, в любом случае, понятно, что мы не можем сейчас перемещать капитал из России в Европу, из Европы обратно, то есть это фактически вот две раздельные компании, которые, ну, никак не связаны. Вот. Поэтому поживем, увидим. На самом деле я изучаю вот сейчас, как у других, и никто ничего не знает, потому что фактически статистики-то нет, мы фактически как море или океан из металл какие-то вот обломки, вот обломки плывут, и все друг друга спрашивают, ну, как? Говорят, а у вас как? Говорят, мы не знаем. Ну, мы тоже не знаем. Вот и в России, и в Европе, вот мы связаны, да, то есть есть определенная осторожность по закладыванию каких-то длинных там проектов. Люди не хотят инвестировать дома строить, не хотят инвестировать какие-то производства, то есть выжидают. Ну, это общий фон такой, надо подождать, что там будет. Это, конечно, очень смущает, потому что я же представитель строительного бизнеса, если люди перестанут, ну, придумывать, строить дома, проекты и так далее, я немножко волнуюсь за бизнес-технониколь. Прям, ну, тревожусь, это создаст какую-то вибрацию. Не форцы. Как бы вы описали сегодняшний день вот по вашему настроению? Ну, это вот такое замешательство бизнесменов, общества, деятелей всех, тотальное замешательство. То есть вот это, знаешь, неопределенность, которая постоянно есть, но сдобренная такими истуканами, которые мы производим в своем мышлении и называем такими словами, как реальность. Ну, нет же никакой реальности, но мы ее придумываем и нам кажется, что вот в этой реальности вот есть стабильность, да? Так вот сейчас этой реальности она вся рассыпалась. И замешательство, и вот я бы сказал, если так говорить, это, ну, у меня такой момент был, вот как нынешнее замешательство, у меня такой момент был, ну, вот где-то, когда, знаешь, после школы, когда меня выпустила советская школа, ну, и говорит, все, давай, там, школа закончилась, иди, все, весь мир это поле возможностей, а я когда по этому полю возможностей пошел, я понял, что это минное поле ловушек, понимаешь? Мне тут по челюстью дали, там под дых, так далее, я очень быстро понял, что ни хрена. И вот у меня было точно такое же замешательство, когда я вот школу закончил и отправился вот в эту, знаешь, свободную жизнь. То есть меня миновала вот эта детская продленка, знаешь, некоторые из школы прямиком в детскую продленку, там, какой-нибудь институт, а у меня не было этой продленки, я сразу из школы на физтех, а физтех это, это не хрена, детская продленка. Мой факультет физической квантовой электроники, нас называли кванты. Ну, кванты, в общем-то я так и живу сейчас в этом квантовом димном мире, и поэтому для меня замешательство, может быть поэтому, да, я его так, я его даже люблю. Я вижу, что в конкурентном плане люди, которые осваивают замешательство и осваивают неопределенность, это люди, у которых тут же открывается больше возможностей, чем те, которые ищут какую-то определенность. МФТИ это же такое место с дисциплиной, про зубрежку, с огромным количеством теоретического материала, то есть оно, ну, как будто бы оно про послушных людей. В то же время из МФТИ, по-моему, самое большое количество людей в российском списке Forbes. То есть это такие люди со стержнем, вот где этот баланс, да, потому что, с одной стороны, это, ну, такая серьезная очень матчасть, наверное, одна из самых серьезных у нас в стране в плане академического образования. С другой стороны, это, ну, такие люди особенные, я бы их так назвал, то есть они что-то придумывают, перепридумывают. Откуда это, и как эту грань вот найти? Ну, в физтех это воронка, воронка отбора людей, воронка проявления людей. То есть это гигантская воронка с восьмого класса, в девятом, продолжается в десятом и в одиннадцатом. Люди сдают кучу физико-технических задач, и кто показывает свое стремление и решимость, те оказываются на физтехе. Дальше два года их опять нагружают разными задачами, которые невозможно сделать. Если ты применяешь линейное мышление, которое свойственно людям, ты отсеиваешься или сходишь с ума. Те, кто квантуется, то есть начинают мыслить квантово или применяют другие типы мышления нелинейного, они проходят на старшие курсы физтеха, где и происходят те самые бизнесы. Поэтому физтех это такая воронка отбора людей и проявлений. Именно поэтому на физтехе я сейчас создал школу Игоря Рыбакову для того, чтобы добавить физтехам, помимо вот этой, знаешь, великофизтеховского шовинизма, вот такой, знаешь, мы избранные, мы такие тугие перцы, топором можем что-то, добавить физтехам, знаешь, предпринимательской оснастки. Если физтехам, как ты вот сказал, таким вот усердным добавить предпринимательской оснастки, немножко так гибкости, вариативности, ну это специальная такая предпринимательская оснастка, то они просто становятся великолепными. То есть, по всей видимости, конверсия, которая и так высока сейчас долларовых миллиардеров с физтеха, она вырастет после того, как мы оснастим физтехов предпринимательским мышлением. И недавно, знаешь, что произошло? Путин даже указ подписал о том, что создать на базе физтеха прямо предпринимательский институт. Вот, у меня такое ощущение, вот, мы только что это сделали, они там увидели и решили возглавить это дело, ты представляешь? При этом физтех не сказать, что какое-то очень модное, красивое место. То есть, здесь вот у вас, в вашем здании, в коворкингах сок, в целом, все так модненько, чистенько, мебель классная, там спартанские условия. Важно ли это изменить или что-то уйдет, если у физтеха будет какой-то модный крутой камп? Ты знаешь, когда 10 лет назад приезжала одна из иностранных делегаций на физтех? И вот они идут по физтеху, и вдруг один говорит, ой, что-то мне в туалет надо. И его сопровождающий, он прямо заморщился, ну, блин, приходят легенды, в каком виде находятся туалеты на физтехе, понимаешь? И они думают, как же так, как его не пустить туда, а все поздно. И вот этот чувак, представляешь, он приходит в этот туалет, в общем, он оттуда, когда вышел, он два дня ничего не говорил. И когда он уехал, он написал в твиттере, говорит, ребята, я был в заколдованном месте, где вроде бы вообще все есть, наука, сумасшедшие, классные люди и все, но там туалеты, в общем, и он написал, что он видел в этом туалете. Конечно, было от шока, стыдно, короче, вот. И тогда была объявлена тотальная программа перевооружения физтеховских туалетов. Вот их сделали. Вот, знаешь, что должно произойти, чтобы мы делали элементарные вещи в России, представляешь? Изба должна сгореть, чтобы вот все уже горит, только тогда мы начинаем вот что-то делать, да? И вот мы, наверное, вот в этом и проявляемся, понимаешь? Мы ничего не делаем, пока рак на горе не свистит. Поэтому, смотри, я считаю, что пока выпускники физтеха, вот как я, как там, Абрамов, как там, Андрей Ивашенко, как Алашеев, ну, там, Андрей Кривенко, вкусвилл. Вот, пока мы, ну, у нас же много, пока мы не будем добавлять что-то на физтехе, не вот, не проявим физтех так, как мы вот хотим видеть, вот смотри, вот как здесь. Вот ты говоришь, как здесь нормально, только вот на физтехе должно быть как здесь. И инфраструктура, и все, и мы можем это сделать. Видишь, как только мы начинаем влиять, туалеты сделали. Слышь, мы же можем. Вот и все. Поэтому, знаешь, за всеми вещами, которые вот самые великие построены на земле, за ними же скрывается конкретный предприниматель, ну, деятель, который это инициировал и проявил. Ну, и все. Поэтому и на физтехе будет все нормально. Не волнуйся, я лично за это отвечаю. И физтехсоюз, вот, сообщество выпускников, это гарантия того, что это все будет сделано. Вот, на твой взгляд, что первично для того, чтобы появлялись предприниматели, как вы, как Тиньков, как Дуров, там, как Галицкий и прочие? Знаешь, очень интересный вопрос. 100 лет назад на него ответил наш соотечественник Лев Выгодский. Он сказал про развивающее образование. Он не только рассказал, он о нем все описал. Породил целую плеяду учеников, которые до сих пор действуют в мире. Это образование называется развивающее. Не которое предписывает человеку, что правильно, что неправильно, делай вот так, а так не делай, да. А образование, которое выращивает из человека таких людей, как Рыбаков, там, как Тиньков. Сегодня такие, как Рыбаков или как Тиньков, как Галецкий, как Колесников, да, появляются, скорее, как исключение из правил. Как те, которые не вписались в поточную систему определения, да, чему должен соответствовать, там, выпускник, там, школы, университеты и так далее. А развивающее образование по Любу Семеновичу Выгодскому, это как раз то образование, которое производит личность, пытливую личность, которая придумывает свое будущее и доставляет это будущее настоящее, ну, как бы проявляет придуманное собой будущее. Личность, которая, первое, имеет встроенный навык генерации защиты от злоупотребления, властью, манипуляцией, контролем, то есть хрен сожмешь, хрен там надавишь, хрен там отманипулируешь, ну, это раз. И второе, навык генерации свобод, навык замысливать что-либо такое масштабное, да, и реализовывать замысленность с помощью имеющегося. Ну, в принципе, все. Если таких людей, там, не знаю, в 10 раз больше будет в России, ну, или, там, в Зимбабве, то Зимбабве перестанет быть в Зимбабве, ну, а Россия экономика увеличится в 10 раз, вот и все. Это какое-то рабское мышление надо в себе убить? Ну, это очень простая идея, убить в себе раба, она не работает. Нет ни в одном человеке никакого раба, ну, нет. Есть человек живой, могущий проявляться очень по-разному. И когда он растет в системе послушания, в системе обусловленности соционормированием, в текущей наиболее распространенной системе, ну, его научают соответствовать вот некой модели. У этой модели есть много чего хорошо. В Советский Союз это такая была система? В Советский Союз это была абсолютная система послушания. Ну, в основном это была система послушания. Она готовила очень многих людей к жизни в послушании. На фабрике, там, в конторе, там, или в армии, или, там, чиновникам и т.д. То есть в ней очень много хорошего с точки зрения стабильности и устойчивости. Но вот с точки зрения адаптивности она никудышная. Поэтому Советский Госплан, ну, так скажем, плохо справлялся с адаптивностью. Он плохо планировал то, что требовалось, ну, актуальные вещи. Он замечательно планировал то, что уже раньше было, но видишь, какая проблема. То, что раньше было, уже не нужно было. Галоши, например, не нужно было. А Госплан говорил, делайте галоши. А вот развивающее образование, это более сложная идея. Идея предполагающая следующая. Что в каждом человеке есть развивающаяся, ну, или саморазвивающаяся жизнь или живчик. И ежели воспитывать в человеке самоощущение пытливого такого исследователя, то он может попробовать многое, найти себя в чем-то, и там случится экспансия. Это невероятно сложная идея для чиновников. Для чиновников же как надо. Вот полка. Регламент. Регламент. А вот развивающее образование сложновато, согласись. Но как такими людьми управлять? Как управлять, куда он пойдет, как отчет написать. Вот. Поэтому образование по Выгодскому в России присутствует в размере менее 1%. Оно все же присутствует. И более того, программы по Выгодскому, подчеркиваю, они даже официально утверждены. Например, Рыбаков Play School, программа по Выгодскому, она имеет все сертификаты и все лицензии, необходимые для преподавания. Но распространена она пока в школах. 1%. Так вот, если каждый предприниматель для своих детей, например, просто, будучи обеспокоен, просто даже своими детьми или дети в его дворе, городе, деревне, сделает эту школу, а я ему в этом помогу. Ты представляешь? Наша страна наполнится людьми, у которых недетерминированное или необусловленное мышление, да? Вот этим соционормальностью, что надо послушно выполнять кем-то установленные там правил, а она наполнится людьми, которые будут теми самыми вот Тиньковыми, Галецкими, Колесниковыми и так далее. Вот. Поэтому это второй пункт, чем я сейчас занимаюсь. Первое. Искусственный интеллект и полное погружение вот это, чтобы вот этот тренд захватить. И второе. Строим детские садики, школы, университеты, академии, чтобы было больше людей с развивающим типом мышления. Все остальное в полной неопределенности. И я помню 90-е, я так скажу, нечего сравнивать, это все по-разному. В 90-е был ужас ужасный именно потому, что вообще ничего не было. Вот вообще ничего не было и не было вообще никаких ориентиров. В России сейчас есть капитал. Да, может быть, хотелось бы всегда больше, но это всегда хотелось, но он есть. То есть есть люди, повидавшие многое, есть капитал. То есть если кто-то принимает решение работать в России и проявляться, ну это просто благое дело. То есть все есть, и рынок есть, и все есть. Единственное, вот эта вот турбуленция, да, то есть вот это вот некоторым мешает. Ну, кому мешают, те заканчивают деятельность, да. А некоторым, наоборот, помогает. Сейчас многие бизнесмены вдруг резко разжились какими-то активами на халяву. Ну или с дисконтом, если сказать по-деловому с дисконтом. Потому что на халяву как-то, ну... Потому что не такая уж и халява, потому что все-таки такой момент, знаешь... Рисковый. Да, поэтому это не на халяву. Ну, такая деловая операция. Вот. Поэтому давай так. Каждому свое, но свое не каждому. Не парцы. Давление вы на себе чувствуете последний год какое-то, как на предпринимателе? Я не знаю, налоговый, вот какой-нибудь единоразовый выплаты в бюджет, который там говорят и прочее, прочее. Да, давление я не чувствую. А к единоразовым выплатам, которые в газете я видел, недавно я интересовался по нашим бухгалтериям, по юридическим службам, пока никаких данных не поступал. Ну, грубо говоря, смотри, это краевые условия. То есть, если они поступят, в конце концов, ведомства соответственно их отработают. Я никак не имею даже необходимости формировать свое отношение к этому. Ну, это краевые условия, знаешь. Мы живем в мире краевых условий, и это то, на что я точно влиять не могу. Думать о том, на что влияние я не оказываю, это просто тратить силы попусту. Ну, вы делаете обзоры на новости на своем YouTube-канале. Закон об электронных повестках, жопах, маркетплейс военно обязанных, цап-царап. Всем стоять! За беглецами всегда идет охота. Вот разные предприниматели, там, ваш друг и партнер, там, Оскар Хартман, он говорит, что он вообще не читает новость. Может, фрет, но он говорит, что он вообще их не читает. Там, Овчинников Федор тоже говорит, что он там не читает новости. И много разных предпринимателей говорят, что мы вот в информационном пузыре делаем то, что должны делать, ни на что не отвлекаемся. А вы даже обзоры новостей на YouTube записываете. Ну, смотри, что такое новости? Это попытка кого-то привлечь свое внимание. Я, как комментатор новостей, мой новостной выпуск построен как комментирование или интерпретирование тех новостных сообщений, которые есть в сети. Я беру некое новостное сообщение и даю интерпретацию по Рыбакову. В этой интерпретации я зашиваю ценности или учения об актуальности, которые я исповедую. Для кого-то интерпретирование по Рыбакову является неожиданной открывашкой для по-другому. Что-то там посмотреть, оценить, принять другое решение и так далее. Вот и все. Поэтому я буду делать эти интерпретации по Рыбакову. Я же вижу, сколько людей мне пишут по всей личке. Насколько сильно эти выпуски меняют поведение в условиях текущей турбуленции. Прямо люди благодарят, пишут и так далее. Я буду стараться для этих людей. Судя по новостям о вас, вы верите в российский бизнес и даже покупаете новые заводы, купили вот завод, как я понимаю, по производству дома пакетов, как-то это называется. То есть это такие заготовки домов и ваше видение, что Россия будет одноэтажной, как вот Ильф и Петров писали про одноэтажную Америку в 20 веке, что Россия тоже будет одноэтажной. Расскажите про этот проект. Вы его сделали вместе с группой компании «Самолет», насколько я понимаю, это большие девелоперы. Самолет один из первых покупателей этих домокомплектов. Потому что самолет раньше строил вот эти человейники, муравейники, а сейчас они, значит, тоже пошли в сектор ИЖС и заказали у нас домокомплект. Ну, сперва одно утверждение. Первое. Россия будет страной горизонтальных городов. Горизонтальные, то есть это поселки одноэтажные, то есть малоэтажные. Вот то, в чем мы привыкли, вот эти многоэтажные человейники и так далее, муравейники, ну слушай, это наследие, в котором люди уже не хотят жить. Если кто-то сейчас до сих пор взял ипотеку, квартиру в каком-то там муравейнике, слушайте, эти все муравейники через 20-30 лет превратятся в рассадники-криминал. В Америке тоже был такой период, в 70-е годы настроили вот эти вот... Социальное жилье? Ну, социальные вот эти вот человейники, да. Сейчас там живут сплошной криминал и некоторые даже вот эти вот комплексы огромные уже снесены, потому что там невозможно побороть преступность, полиция туда не едет, а если заезжает, ну там начинаются драки, там просто полицию убивают, там никто не может разобраться. Вот, и в России то же самое будет, поэтому я предостерегаю всех тех, кто сейчас, не дай бог, берет какой-то ипотечный кредит и покупает эту вот тюремную камеру в каком-то там этом человейнике-муравейнике. Не важно, кто его построил, пик там, самолет, это не важно, это ошибка. В России огромное количество земли, Россия будет страной горизонтальных городов, горизонтальных городов комьюнити, где качество жизни будет определяться именно социумом, сообществом. Раз, люди будут жить на земле, детишки бегают по дворам, они слонятся там по подъездам, что-то там покуривая, да и т.д. Вот, я в это верю, есть очень много сподвижников и недавно мы стали свидетельствовать, о том, как произошла конфедерация городов комьюнити. То есть объединение девелоперов, риэлторов, строителей, застройщиков, образовательных учредений в области строительных материалов, строительных профессий, производителей строительных материалов, регуляторы. Все встретились на одной площадке и сказали, ребята, пришло время создавать большие союзы игроков области девелопмента, строительства, создания комфортных условий для жилья и пора уже ввести другую регуляцию для этого рынка. Сейчас же какая регуляция? Стоимость квадратного метра и близость к метро. Все. И вот человек покупает эту квартиру, думая, что это круто. И потом вдруг оказывается, что ни хрена, что оказывается там нет детского садика, нет школы. Ну нету. Вот тупо нету. И что делать? Оказывается, там есть куча проблем с управляющей компанией. Оказывается, там с соседями нет никакой коммуникации. Короче, мы в рамках конфедерации городов комьюнити, конечно же, общими силами выработаем другие критерии качества проживания жизни, предложим их всем. Скажем, ребят, давайте руководствоваться качеством проживания жизни, а не параметрами, которые сделаны в интересах тех, кто правда сейчас наживается. На самом деле отрасль ждут невероятные изменения. Поэтому, конечно же, вот сейчас ты смотришь мой интерес в том, чтобы регуляция на рынке горизонтальных городов или городов комьюнити, она приблизила нас к цивилизованному рынку. Чтобы она создала условия такого, чтобы люди действительно переселялись в качественные города, в жилые комплексы, спрашивали эти домокомплекты или каркасные дома, а мы им поставим. И опять Технониколь заработает кучу денег. Ведь Форбс утверждает, что деньги имеют значение. Я подтверждаю это. Деньги имеют значение. А что вы хотите изменить в самом законодательстве? Потому что, насколько я понимаю, построить дом стереотипно звучит гораздо дороже, чем купить квартиру. Насколько я понимаю, сейчас это уже не совсем так. Особенно учитывая эти домокомплекты, массовое производство этих домов. Что вам нужно изменить? Какую-то стоимость кадастра или что? Первое. Есть регуляторика на уровне обучения рынка. Мы хотим обучать рынок, чтобы рынок выбирал жилье по критериям, которые включали бы в себя обеспеченность социальной инфраструктурой. Наличие комьюнити в области проживания. Уровень репутации управляющей компании. Те факторы, которые сейчас вообще никак не включены в факторы выбора жилья. И в результате потребитель может купить вот эту квартиру и потом мучиться всю жизнь. А он попал в ловушку на самом деле. Это раз. А второе про законодательные вещи. Первое. Выдача субсидий и кредитов на строительство таких домов. Причем по специальной льготной программе, чтобы стимулировать переселение людей в горизонтальные города. В Америке 20 лет существовала программа стимуляции переселения из вот этих вот криминально емких, так сказать, человейников в эти горизонтальные города. Поэтому, первое, специальные государственные субсидии на инфраструктурную организацию мест, где будут застраиваться горизонтальные города. Ну, подведение дорог, коммуникаций. Это очень важно. Второе. Кредитование населения, кто приобретает именно такие дома, какие-то льготные ставки. Кстати, это уже есть. Ставки на ипотеку для индивидуального жилищного строительства там держатся на уровне экстремально низких. Никогда такого не было. 3%. На сельскую ипотеку 1 вообще процент. Так что, ну, давай так. Уже законотворчество в этой области идет. Мы хотим просто усилить законотворческую инициативу, чтобы, в общем-то, сделать, ну, такой, знаешь, полный стэк. Очень важно прийти к тому, чтобы государство, ну, давай так, субсидировало постройку инфраструктурных полей. То есть это фактически инфраструктура, где будут возведены эти поселки. Это бы очень сильно ускорило бы переселение людей вот в эти горизонтальные города. А у вас есть понимание, сколько один дом будет стоить для человека? Абсолютно. 5 миллионов рублей. То есть это сопоставимо с небольшой квартиркой даже не в Москве, а в регионе? Да. Именно, значит, смотри, 5 миллионов рублей – это дом 90 метров с террасой, плюс терраса. 90 метров плюс терраса. Или 120 метров плюс терраса. Это будет стоить 7 миллионов рублей. Это очень доступный уровень. А при условии, что все в пешей доступности, школа, садики и так далее, и наличие рабочих мест, совокупные затраты домохозяйства на жизнь в таком городе, ну вообще и качество жизни, уровень качества жизни, качество проживания жизни. И, знаешь, даже выгоднее получается. Но вот добраться до этого, до этой модели нам возможно только совместными усилиями. Объединив, еще раз говорю, деятельность и регуляторов, государственных регуляторов, и банки, ну все участники рынка, застройщики, девелоперы и т.д. Собственно, поэтому конфедерация городов комьюнити, ну, собственно, ставит своей целью создать условия для того, чтобы одноэтажная Россия была. И вообще, я считаю, ну, знаешь, такой лозунг, Россия, это горизонтальные города, вот его надо вывесить и прям вот смотреть на него, потому что качество проживания жизни у россиян будет только, когда мы переселимся, ну давай так, в новые города, обустроенные, уедем из этих вот коробок. А это поможет изменить, словно говоря, облик одноэтажной России, которая сейчас существует, да, потому что когда едешь на автомобиле по Европе или по Америке, очень симпатично действительно смотреть на эти одноэтажные деревушки, да, с единым цветом черепицы, где-нибудь там в Италии или там во Франции, что у них все по стандарту, размер заборов, цветы какие-то особенные в каждом регионе даже до такого иногда доходит. Вы тоже это прорабатываете? То есть в конечном итоге это поменяет облик страны, вот в целом? Слушай, доставить Америку в Россию не удастся, как собственно доставить Европу в Россию тоже не удастся. И все попытки, которые делали наши представители, так сказать, интеллигенции, которые пытались убедить, что надо в России построить Америку или Европу там что-то, ну, они же провалились. Можно продолжить, ну, можно продолжить истязать себя, это как раз вот это вот, знаешь, растерзанность в самоуверенности. Ну, я предлагаю отойти от этого подхода. Слушай, ну, наиболее близкие все-таки американские подходы для России. В Америке очень много земли, в России много земли. Просто невероятное количество земли. В Европе нет столько земли. Поэтому вот эти вот ютящиеся домики друг на друге. Вот эти вот цеха производственные, которые мы задолбались реконструировать в Европе, там вот все вот друг на друге вот так вот, ну, плохо, неудобно, понимаешь? Для России это не подходит. Для России подходит американский подход. Американский подход, вот делаешь поселок на 10 тысяч жителей, создаешь школу, хорошо, церковь, что там еще, больница. Вот все, все там, есть рабочие места, все там. Вот и живешь вот таким поселением. Все, надо потусовать. Поехал, потусил. Как, знаешь, путевку туристическую купил, поехал, потусил. Вернулся. Не портцы. На производстве сэндвич-панелей ваших основных продуктов сказалось санкции, цепочки эти? Или у вас все свое вот уже производите? Полностью там утепление эти? Значит, некоторые импортозамещения мы не успели сделать по компонентам. С ним большие проблемы, особенно по сложному оборудованию и так далее. Там, где иностранцы отказывают нам поставку. Тут мы решаем вопрос двумя способами. Либо ищем там Китай, Бразилия, другие страны раз, либо образцы оборудования, которые мы не смогли найти, мы берем чертежи, покупаем там, заимствуем, да, и пробуем воспроизвести эти образцы оборудования в России. Процесс очень длинный, займет от 3 до 10 лет, может быть и больше. Поэтому, но в любом случае мы начали этот вопрос. Считаешь следующее, что текущий кризис, который вот сейчас, многие говорят, это еще не кризис. Большая волна впереди, еще большая волна впереди. И, ну, просто если мы к ней готовимся, как вот такие спортсмены, как такие мореходы, мореплаватели, да, мы ее все нормально возьмем. Если кризис это 100%, мы сейчас где? В начале, в середине? Ну, мы сейчас примерно на уровне, как вот, восьмой году кризис. То есть он большой, но он не смертельный. А впереди нас ждет такая волна длительного кризиса. А это связано будет с массовым обмещением? С пятого по седьмой год. Ага. Не скоро так еще? Не скоро, поэтому еще есть время. С пятого по седьмой год начнутся самые такие критические там форм-факторы, когда все резервы подвалов и погребов закончатся, а новое еще не начнется. А эффекты от изоляционизма, да, они уже проявятся вообще все в полной мере. Такой мировой кассовый разрыв. Ну вот начнется такой, знаешь, тяжелый период, но вот сейчас есть еще там два года, кто-то к нему вообще, говорю, готовится. И если будем готовы, мы его просто не заметим. Если не будем готовы, накроет так, что вообще мало не покажется. Там и обнищание, и удушение. Я бы так сказал, это удушение. То есть никаких, ну то есть если ты не выгребаешь на большую позицию, тебе светит удушение. Потому что все делает сейчас Запад, он в принципе все делает для технологии удушения. Ну еще раз говорю, я не знаю про геополитику, но я же живу не как это сферический конь в вакууме, значит мне ничего не касается. Мне все касается. Поэтому я не хочу испытывать удушение. Поэтому надо трубки ставить, производство запускать. То есть надо очень много работы делать. Новые рынки для вас открылись? Какие-нибудь типа Иран, Танзания? Не знаю, что-то смотрите на эти направления? Знаешь, открылся рынок Турции. Мы хотели в Турции купить большой завод и уже даже подписали сделку. Вот надо было ее закрывать. Тут произошло вот это несчастье, землетрясение. И все производители строительных материалов резко загрузились. И все сделки заморозились. Ну как влияет? Потому что все на все влияет. Понятно, что мы не имеем теперь возможности развиваться в Европе. И потому есть больше внимания к другим странам. Ну просто перенос внимания. Каким странам? Прежде всего страны бывшего СНГ. Казахстан, Узбекистан. Там мы строим сейчас заводы активно. Ну просто то оборудование, которое мы хотели завести в Россию, его нельзя завести в Россию. А у вас зависло что-то? Да, европейцы его не отпускают в Россию. Тогда мы придумали, окей. Тогда мы что придумали? Везем его в Казахстан и в Узбекистан. Они говорят, окей. И тут мы резко перекладываемся. И те заводы, которые мы хотели, нам очень нужно было их построить, мы теперь строим их в Казахстане и Узбекистане. То есть мы не можем и не будем отказываться от наращивания производственной программы, чтобы материалы, которые мы запланировали дать на рынок, они были. Ну вот теперь неожиданно мы получаем такую географическую диверсификацию. Неворцы. Когда россиян нам сказали, что в Европе больше бизнес делать нежелательно, ну как бы неудобно, знаешь, через Турцию летать. Ну сложно, да. Как-то там, ну в принципе это было, кто-то сказал запрет, а я сказал так, это же приглашение делать бизнес в другом месте. Например, во Вьетнаме мы открыли сейчас офис, в Индии там 10 миллионов долларов уже выручка. То есть, ну, то есть на самом деле смотри. Это Технониколь, 10 миллион долларов выручка в Индии уже. То есть, смотри, получается любой конец, это чье-то начало. Любое, что закончилось, оно вдруг предложило тебе, ну пригласило тебе, чтобы что-то новое началось. У индусов, кстати, тоже свои особенности, как вот у китайцев? Или с ними проще то, что они английский знают? Ну, они знают английский, но во всех этих штатах у них своеобразный свой английский, поэтому тоже все там заколдовано и круг. Но в принципе у нас 10 миллионов бизнеса и он вырос за несколько лет очень медленно. И чем мы больше дорожим, это не размером бизнеса, а вот это сетевой, сетевым партнерством с индусами. Ну, то есть, когда ты очень долго, длительно проращиваешь и сопрягаешь культуры, получается удивительная, сильная организация. Вот, ну, вот это меня впечатляет. Именно поэтому эти 10 миллионов завтра превратятся в 100 и дальше. А Индия уже сейчас номер один по населению и к 2050 году Индия будет экономическим гегемоном. Ну, я хотел бы в это верить, я не знаю, насколько прогнозы это сбудутся, но это действительно большая экономика. И я хочу, чтобы Технониколь был там не просто как присутствующий, а значимо присутствующий. И я верю, что в 1950 году Технониколь будет иметь в Индии не меньше 20% своего бизнеса. А там же тот же конкурент ваш главный, Rockwell, в Индии или там другие игроки у него? В Индии очень много своих локальных. Rockwell там практически не представлено. То есть очень много мелких. Это рынок Индии, это примерно как Россия начало 2000-х. На Ближний Восток посмотрите, там Дубай, Саудовская Аравия. Да, конечно. Ближний Восток и очень много стран Ближнего Востока, как Россия нулевых. И это невероятно клевое место для тех, кто готов высаживаться и серьезно возделываться и наработал практики в России. Вот, очень здорово выдвигаться в эти страны. Неворцы. Вас называли русскими китайцами из-за того, что вы умели быстро учиться, копировать, внедрять. Недавно в Москву приезжал Си Цзиньпинь, вы про это ролик даже снимали. Действительно чрезвычайное явление. Лидер одной из ведущих держав мира приехал в Россию. Когда такое было? Последний раз. В общем, Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина и Михаила Мишушкина в Китай для того, чтобы посмотреть, как Китай и Россия будут сотрудничать. Скажу только одно. Честно говоря, как могут сотрудничать держава, у которой экономика 20% мировую и держава, у которой 2%. Но они вряд ли могут быть равными партнерами. Это меня сильно смущает. Именно поэтому вот эти неравные взаимодействия, они, конечно, всегда напрягают стороны. Ну, всегда будут соглашения не очень выгодные. И у нас вот такая, ну, национальная надежда на этот Китай, что вот, большой там Китай, нам поможет 20% мировой экономики. Вы как человек, который на практике много, долго работали с китайцами, знаете китайцев. Скажите вашу точку зрения. Стоит ли нам понадеяться на Китай и каково работать с китайцами именно в бизнесе? Надежда. Очень простая идея. Она не требует действий. Она не требует действий, она ничего не требует. Она очень простая. И вначале я говорил, что все простые идеи – это путь к успокоению, недеянию и в результате полному краху. Поэтому все, кто надеется и верит, оказываются очень глубоко в состоянии, откуда уже сложно выбраться. Поэтому, конечно же, у меня нет никаких абсолютно надежд. В смысле у меня нет надежд? Но я даже не смотрю в эту сторону и не сослагаю никаких надежд на геополитические подвижки. Я тебе скажу, на что у меня есть надежда, если ты меня спросишь. Ну, на что? Надежда на следующее – на появление народа в России. Народ появляется тогда, когда возникают мастера актуальности. Когда возникает элита, которая сможет предложить идею, которая будет разделять народ. Так сейчас же вроде есть идея какая-то. Какая? Давай я тебя проинтуирую. Какая? Идея – русский мир, великая Россия. А в чем эта идея? Мы все вместе, нам никто не нужен, мы сильны. Вот. Отлично. Вот ты просто… Мы выходим из всех там мировых соглашений, плюем на какие-то там мировые договоры, у нас свое мнение, у нас там бывший президент строчит в Телеграм угрозы всем. Но у нас вот он есть. Идея какая-то есть, Игорь. Может она просто с вашей идеей не совпадает? Подожди. Это первое утверждение, да? Мы великая Россия, и все, и вот у нас все по-своему, и вот идите все нахрен, да? И давайте-ка, а вы еще против, ну-ка присоединяйтесь к этой идее. То есть это агрессивное проповедование. Ну так, присоединяйтесь, но не присоединяйтесь, пожалуйста, у нас тут вот одноэтажное строительство, и еще кофе бесплатное, а типа присоединяйся, и все, без вариантов. Вот это одна идея. Такая, насильственная немножко. А теперь давай, рядом тут же расположена другая идея. Что Россия это слабость, что надо валить, что делать здесь нечего, что здесь живут орки. Вот и все. И эти две идеи, они противоборствуют. Да. И с одной и с другой стороны, люди очень агрессивно призывают своих сторонников. Прямо-таки вербуют. Вот эти две радикальные идеи, которые, ну, набирают сторонников и борются друг с другом. Так вот, я не присоединяюсь ни к одной из них. Я не буду участником этой. Более того, я говорю людям во всем мире, ну, в России, да и во всем мире. Ребята, есть другие идеи. Вот моя идея, связанность мира увеличивать вот так. Да, благоустраивать города, дома, свою жизнь. Это моя идея. Вместе со сподвижниками. То есть, объединяться в подобные формы сожительства. Такие сложные идеи. Вот видишь. Они сложные. Хочется простых идей. Да. Хочется простых идей, чтобы раз и к мечте сразу. Вот как на сложную идею подкинуть людей? Любовь к простым идеям, это дорога в ад. Вот простая идея, это кто главный? Очень просто. Да. Кто плохой? Куда присоединиться, да? Кого послушаться, да? Это невероятно простые идеи, да? Ну, у них такая слабость. И тот, кто ищет или присоединяется к простым идеям, становится пушечным мясом. Поэтому давай так. Я, ну, говорю так, давайте так. Хотите жить качественной жизнью, наполненной? Ищите более сложные идеи, изощренные, изящные, не такие вот выпуклые, которые можно легко атаковать, легко манипулировать. Ищите идеи, которые захватят умы и сердца многих других людей. Тогда вы будете жить среди сподвижников. Вы будете жить среди, ну, людей, где будет безопасно. В результате, там, где простые идеи, знаешь, что правит? Сила. Все простые идеи, так или иначе, сводятся к одной идее. Идея силы. Кто сильный, тот и прав. Точка. Поэтому, знаешь, путь к простым идеям, это путь к тому, что тебя накречет. Непорцы. Игорь, а ты почувствовал на себе какую-нибудь русофобию? Не знаю, вот. Конечно, да. Считания открывали. Ну, конечно, да. Слушай, когда там западные партнеры, бывшие партнеры, я так скажу, сейчас они сказали, типа, что вот мы вам не будем отправлять оборудование. Как не будет? Контракт есть, оборудование оплачено, вы обязаны поставить по контракту. Никаких юридических документов, разрешающих, тебе не поставить нет. И они мне пишут, значит, что, а мы все равно не поставим. Судитесь. Понятно, да? Конечно. Ну, я считаю, это вот проявление такого, как там называются вот эти все слова. Ростофобия? Ну, я не знаю, как фобия, не фобия, ну, короче, в том мире, где я начал бизнес в 92 году с Серегой, ведь там нам казалось, что мы вот живем в каком-то транспарентном мире, где, ну, там, честно заработанные деньги, как в нашем случае с Серегой, ну, они везде деньги. Ну, как бы, и что поле права, смотри, вот, согласие в поле права и общей пользы, ну, как бы, с поборниками западных демократий, как бы, есть, смотри, вот. И я на уровне хозяйствующих субъектов испытал, ну, такой вот диссонанс вот этот вот. Мне было, ну, неприятно, потом мы стали искать способы, мы все-таки выгрызли там большую часть оборудования, мы выгрызли больше, не все. Часть отправив там в Узбекистан и построив там завод Казахстан, построив там заводы, но все равно, знаешь, осадочек остался. Вы инвестируете сейчас куда-то, имеется в виду именно деньги в проекты, у вас было несколько таких фондов, можно сказать, это Ларикс, который вы делали с Овскаром Хартманом, и там были крайне успешные сделки, типа Flash & Post, служба доставки, там, по-моему, около, ну, под миллиард, по-моему, да, вы сделали? Да, компанию продали за миллиард, было бы здорово, чтобы у нас там было побольше акций, но мы заработали очень прилично. Что нужно сделать, по-твоему, тогда, чтобы экономика России расцвела? Ну, давай так, чтобы экономика России расцвела, знаешь, нужно, чтобы радикальность идей стала настолько привлекательна для людей, чтобы люди перестали быть кожатыми мешками. Ну, такими, знаешь, объектами воздействия, чтобы люди стали субъектами, чтобы люди чувствовали, что они включены вот в этот вот сотворческий процесс благоустройства своей жизни. Радикальность идей должна быть такая, давай так, школы, детские садики, университеты, рабочие места. Иногда, знаешь, когда я рассказываю эти идеи, один товарищ из Кореи приехал, так это же Чучхе. Я говорю, что такое Чучхе? Он мне там поясняет, что это опора на собственные силы. Я говорю, ну да. Я говорю, ты какое-то слово притащил в Чучхе. Я говорю, ну, в принципе, на собственные силы не в смысле вот мои силы, а на силы народа. Ну, то есть, народ с лидерами, которые провозглашают, да, такие идеи, которые продуцируют, смотри, согласие в поле права и общей пользы, ну, они действительно создают возможность, когда Южная Корея... Ну, то есть, личность главнее, чем общее благо, получается, благо личности, то есть, правильно я понимаю? Общая польза. Общая польза это коммунизм, нет? Ага, да, все, ладно, я понял. Смотри, Корея, Южная Корея. Она не коммунистическая, а капиталистическая. Она прошла от неразвитой крестьянской страны, максимум рис там выращиваем какой-то, до страны, где номер один судостроение, телекоммуникации, ну, в общем-то, три-четыре отрасли номер один. И путь этот занял там несколько десятков лет. Ну, про Китай ты знаешь и так далее. Китай большой, многие говорят, ну, Китай великий и так далее. Я говорю, вот Корея. Тоже она не маленькая, но, как бы, вот, пример. Ресурсов там вообще нет. Да, ресурсов там нет. Поэтому, смотри, мне нравятся идеи опоры на собственные силы, ну, собственные силы народа. Но тогда народ должен быть, а проявляет народ элита. Элита, которая все-таки сгенерирует радикальные идеи, которые приведут согласию в поле права и общей пользы. И вот я провозглашаю эти идеи. Я некий слой делаю. Каждый состоявшийся предприниматель обязан. Прямо такое слово, давай употреблю. Но по сердцу обязан. Как это? Проявляется. Ну, давай я скажу, обязан. Ну, на мой взгляд, обязан даже проявиться. Как деятель, который строит школы, больницы, детские сады, университеты. И передает своим ученикам смыслы и практики, которые позволили сделать ему вот этот вот самый успех. Вот она, радикальная идея. Идея плеяд, идея ученической преемственности. Идея того, что народ появляется, когда мы радикально уверены, смотри, что взять контроль за собственными, за собственной жизнью, это то, что необходимо сделать. Вы бы на какую тему сейчас обратили внимание, если бы вам было там 20-30 лет? Без большого капитала, скажем так. Пока подручная тема, которая... Без большого капитала. Для начала всегда начать узнавать себя в какой-то профессии. Если ты хочешь покиммерсовать, конечно, на маркетплейсах попробовать. Но не для того, чтобы там сделать бизнес, а почувствовать свою связанность с миром. Ну, прорывать границу, что ты сидишь тут вот в офисе, и мир такой вот, такой весь враждебный. Маркетплейсы дают тебе понимание, что ты можешь вдруг начать делать что угодно. Вот и все. Успеха не будет. Выживет на маркетплейсах там один из ста, но почувствовать себя прервавшим изоляцию можно. Кстати, некоторые идут и платят, например, 150 тысяч за какой-то университет, детская продленка. Ну, какой-то региональный, там что-то сидишь, за что-то тебе ставят за 5 тысяч рублей. Ну, сорян, но полно таких мест. Вот, не в обиду будет кому-то сказано. Вместо этого пойти и вложиться на маркетплейсы поторговать какой-нибудь шнягой и так далее. Порой гораздо более ты получаешь такую прививку в свое будущее, когда ты перестаешь бояться. Когда ты понимаешь, что реальность это то, как ты проявляешь мир, а не то, когда ты ищешь доказательства, иллюзии какой-то реальности. Что, типа, все воры, все жулики и так далее. Я так скажу, не все. Вот, абсолютно не все, и большинство людей это экономически хозяйствующие субъекты, которые тоже хотят как-то лучше, как-то благоустроить свою жизнь. И если человек, например, с этим убеждением сидит, что все воры, жулики и так далее, ну понятно, да? Ищет доказательства этого, и вокруг него, о боже, все воры и жулики. Поэтому молодым людям надо идти, первое, значит, в проекты, которые созданы предпринимателем, которые набирают стажеров, молодых ребят и так далее, чтобы сразу окунуться в такую очень подвижную среду с большими вызовами. Маркетплейс можно попробовать и так далее. Это вот для совсем начинающих. Слушай, для тех, кто оказался на физтехе, те в школу Игоря Рыбакова. Ну, то есть это очень сильная школа. Ну, это те, кто на физтехе оказался. Для взрослых людей я не знаю, что делать. Знаешь, иногда меня критикуют за то, что я и так по всем вопросам слишком много чего знаю. Я так могу прямо, ну не то что признаться, а четко сказать, да я не знаю. Иногда меня посещают какие-то мысли, которые по прошествии времени, я вижу, оказались здравыми. Но большинство из мыслей, которые меня посещали, имеют статистику примерно такую же, как и мысли других людей. Вот что я заметил. Единственное, что, ну да, меня отличает, и я могу предложить такой сценарий от людей, которым не способствует успех, и меня, которым способствует удача, успех. То есть я проверяю больше гипотез. Просто больше делаете. Просто больше попыток разных сложений, попыток разных. И так получается, что в большей разности я подлавливаю большее количество, видимо, вот этих вот экспонентов. Соответственно, я даже преподаю такой курс «Экспоненциальный рост твоего бизнеса» или «Экспоненциальный рост твоей жизни». Это прямо вот технология, как использовать то, что у тебя есть, вот тело, ум, сердце, вот то, что у тебя есть. Создать вокруг себя такое поле событийное, людское окружение так, чтобы у тебя было более разнообразные события, выкидывали бы тебя в сюжеты и в ситуации, когда ты обнаруживаешь, о, пошла экспансия. Ну а дальше все просто. Неужели ты бы не стал продолжать бы то, где у тебя что-то начало получаться? Конечно бы стал. Начало получаться, все, давай продолжай, вот и все. В рейтинге Forbes у вас сейчас там 1,4 миллиарда долларов написано, да? Да ты что, правда же? Было же раньше меньше. Вот хотелось бы вам, чтобы было там 14 миллиардов или там 114, вот это вас драйвит? Знаешь, мне хотелось бы, чтобы вот этот вот, ну, финансовый капитал, ну вот один и сколько-то там, да, чтобы весь он служил, ну, служил для того, чтобы жизнь наша становилась лучше, чтобы качество жизни россиян улучшалось. Чтобы этот капитал служил тому, чтобы больше было мастеров актуальности, которые в своих домах, городах, дворах строят школы, благоустраивают свою жизнь. Я хочу, чтобы вот это вот этому служило. Вот этот финансовый капитал служил вот этой, смотри, радикальной идеей. Я хочу, чтобы этот капитал был инвестирован в эту радикальную идею. Ну, в общем-то, что я и делаю. Вот. А ты знаешь, для этой радикальной идеи мне достаточно. Вот. Поэтому, знаешь, я не особо смотрю туда, потому что я вообще не понимаю, как они там, что считают. Я зачастую удивляюсь. И вот они там насчитали больше-меньше, да, и мне все звонят, ой, Игорь, у тебя на 300 миллионов приросло. Я говорю, да что ты. Вау. Интересно. А где? Можно правильно? Если приросло, то где? Не ворцы. Вы оставили детей без наследства. Ну, по крайней мере, публично. Почему? Слушай, вот эта вот с фразы оставить без наследства, ты знаешь, что она означает? Как будто яйца отбили. Поэтому давай какую-нибудь более изящную. Решили не передавать детям капитал огромный, отдать им там что удочку, как говорят там правильно, да, не давать детям много-много рыбы, не знаю, что с ней делать. Решили по особенным распорядиться капиталом. Да. Это тяжелое было для вас решение? А именно, не водружать решение, как использовать громадный финансовый капитал на детей, которые еще не окрепты, а принять решение самим. Ну, при жизни. Направить этот капитал на школы, садики, университеты. Ну, я об этом сегодня рассказывал, да. Ну, для того, чтобы построить университеты, школы, сады, необходим финансовый капитал. Вот и все, вот мы его и берем. Это эндаумен такой, да, получается? Да. В принципе, вот это здание, смотри, я купил. И от него идет аренда. И эта арендная плата, это эндаумен для рыбаков университет. Рыбаков университет это, ну, наследие. Имя и способность воспроизводить людей, которые смогут... То есть, на деньги от аренды офисов здесь идут они на образование? Да. То есть, здание покупаем, деньги от аренды идут как поддержка университета. Все-таки университет, давай так, это штука, которая очень бюджетная. То есть, она должна постоянно поддерживаться донорами. Я первый донор рыбаков университет. Когда меня не будет, будут много других доноров, а может, при моей жизни будут много других патронов. Не знаю. Но эта вся инфраструктура требует много времени. Даже не денег, а очень много времени. Плеяды, бесконечность. То есть, вера людей в длину. Сейчас основная проблема в России, конечно же, вот это замешательство вызвало то, что у людей горизонт мышления. Планирования нет. Да, нет планирования. Но как только мы начинаем думать о своих детях, об учениках, об учениках наших учеников, у нас опять возникает горизонт. Невзирая ни на какие экономические потрясения. В этом и есть особенность вот этого радикального подхода. Он радикальным образом меняет уклад. Ты знаешь, почему происходят войны? Когда кто-то хочет встряхнуть экономику какой-то страны, которая основана на, знаешь, коротышах, он устраивает рядом пограничные конфликты. И все. И все население начинает дрожать, бежать, куда-то уезжать и так далее. И все. Почему? Длины нет. Длины нет ни у каких туземцев, которые, кроме здесь и сейчас, ни о чем не думают. И длина бесконечная есть у народов, которые говорят, блядь, мы жили здесь, будем жить, будем благоустраивать и хрен-то с нас отсюда выкорчуешь. И у них есть длина бесконечная. Вот и все. Ваши дети стали заниматься уже предпринимательством. Я видел, лев пытался кафешки какие-то здоровые делать. Это по вашему наставлению или они сами? Знаешь, придет время, они сами чем-то займутся. Я сейчас вижу определенные попытки льва пробовать. В хорике, да, насколько я понимаю? Нет, он сейчас занялся в консалтинге. Они развиваются с группой студентов в физтехо консалтинговую практику. То есть они прямо создают реально консалтинговую компанию. Кстати, Альхаус Кванта называется. Какое красивое название. Ну, кстати, Кванта, я говорю, вы что взяли? Потому что я на Квантах учился. Нет, просто совпало. Я говорю, ну ладно. В общем, и ты знаешь, это очень интересное время. Вдруг выяснилось, они мне рассказали, что эти много же иностранных консультантов уехало или стали нонеймами резко. То есть они теперь не бывшие вот эти вот. Ромашка. Ромашка там, да. Ромашка концерта. Да. И вот он приходит, говорит, слушай, пап, мы хотим там вот эту практику. Я говорю, ты знаешь, вот я сходу тебе говорю, это стопудово тема. И вот ты спрашивал, какие бизнес-ниши. А вот, пожалуйста. Поэтому кто хочет попытать себя в консалтинге, Альхаус Квант в интернет, найдите ребят, кто этим занимается и все. То есть они вдруг выработали стратегию в Альхаусе, знаешь что? Породить более 30 новых практик. Именно в тех областях, по которым буквально ушли иностранцы и так далее. И получается так, в один день, смотри, компания Альхаус, бывшая там, ну значит, компания первой лиги, ну не высшей лиги, она в один день становится компанией высшей лиги, потому что единственная компания, которую знает во всех госкомпаниях, и она хорошо аккредитована, да. А других нет. И теперь единственное, что Альхаус делает, добавляет новые практики. А как добавлять? Так она просто приглашает практиков, которые из тех компаний. И они открывают свои практики под зонтиком Альхаус. Вот, кстати, еще одна особенность современных вот этих притурбаций. Я очень рад, что Лев пробует стать основателем одной из таких практик. Если у него получится, это, кстати, очень интересный выход. Игорь, куда мы пришли? На крышу. На крышу твоего, как я понимаю, здания даже, да, то есть здесь сок коворкинг, это проект коворкинговый, но здание это твое. Да, но если ты спутал, вот тут надпись есть. В каких случаях человек пишет свою фамилию светодиодами на третьем транспортном кольце, чтобы это все видели? Когда у него что на душе происходит, он это делает? Задам тебе вопрос. Ты хоть один бренд уровня Илон Маск знаешь происхождением из России? Теперь знаешь. Поэтому смотри, я считаю, что... А, типа вы Илон Маск, хорошо, допустим. Я считаю, что люди, молодое поколение, кто сейчас в университетах учится, неважно, делают какие-то дела, должны видеть и подмечать какие-то яркие вспышки. Ну, не только взрывы там где-то там что-то, взорвалась станция какая-то, что-то там, подожди, а яркие вспышки, каким ты можешь быть, если будешь, ну, там, определенным образом использовать свое тело, ум, сердце, принимать решение. То есть вот таким, как Рыбаков. Я хочу, чтобы это было привлекательно. Да, я поставил, знаешь, свою жизнь на то, что быть немножко публичным и выносить все эти тяготы публичности, которые, знаешь, зачастую задалбывают на самом деле. Но на самом деле нет другого пути, чтобы люди стремились бы к таким брендам, как Гагарин в свое время. Мне взрослые, мои родители рассказывали, что от упоминания слова Гагарин люди вставали и им было вот, они прилив сил чувствовали. А назови хоть один бренд, который ты сейчас скажешь в России, от него люди испытают вот прилив сил. Ну, есть бренды, там, Яндекс, Тинькофф, там разные есть бренды. Ну, вот, слава богу, если, вот, слава богу, что они есть, но их очень немного. Я хочу, чтобы таких брендов стало тысячи. И я все сделаю для этого, а для этого нужны ролевые модели. Да, Игорь Рыбаков сегодня на работе, прямо на работе, моя работа заключается в создании привлекательного образа, поведенческой модели, ролевой модели, как бы это там ни называлось. Для людей, которые только сейчас принимают такое решение, кем они будут, на кого они будут похожи. На бандитов, на чиновников, на солдат, на офицеров или на предпринимателей и т.д. Любые пути хороши, но вот при всей богатстве и альтернативе я приглашаю людей быть такими, как Рыбаков. А на бытовом уровне, что вы чувствуете, когда проезжаете надписи своей фамилии? Уже приелось, то есть это работает там 2-3 дня, какой-то эффект, или каждый раз это такое, о, какой я молодец, какое у меня эго. Я не знаю, скажут вам хейтеры. Спасибо тебе за вопросы, я давно уже это не замечаю. Просто как будто бы, я всегда... Банальщина какая. Меня всегда удивляет, приходит человек иногда и говорит, я такую вывеску видел. Меня удивляет следующее, я давно уже отношусь к этому, ну вывеска и вывеска такая-то висит. Вот, и я каждый раз понимаю, что это работает, это производит яркую вспышку в людях, и это важно. Я еще раз говорю, ведь каждый раз надо обслуживать, эксплуатировать, видишь, там вот часть вот сгорает светодиодом, надо выкладывать деньги, чтобы оно светилось там, все это очень много вложений, труда, заботы и так далее. И все это для чего? Чтобы люди имели яркий образ, какими они могут быть, вот и все. Поэтому мы на работе. А по поводу вот этой, типа, как там, о, это я, ну знаешь. Любите меня, вот, небоскребка с моей фамилией. Ну давай так. Ну, это тоже есть. Я тебе более того скажу. Как сказал Пушкин, признание невидимый столб человеческой эволюции. И ежели есть, что признавать, так и, слава богу, я хочу, чтобы в России было побольше таких брендов, как, там, не знаю, Галицкий, там, не знаю, Яндекс, Болштан и так далее, Колесников, там, знаешь, я очень хочу, чтобы Россия была насыщена таким предпринимателем, ну, не знаю, деятелем, которые создали, ну, создали что-то из того, что есть, очень яркое. Вот и все. Я хочу, чтобы у вас получилось, ребята. Не форсы. Пожелаете что-нибудь нашим зрителям для того, чтобы вот во время этой неопределенности, да, паники и прочего-прочего достигать своих целей? Я желаю всем, кто нас смотрит, вспомнить, что точка опоры не вовне, а внутри нас. И то, как ты используешь свое тело, ум и сердце, от этого будет зависеть качество проживания твоей жизни. Вот и все. И рядом с тобой всегда есть сподвижники, люди, вместе с которыми ты можешь резко усилиться. Х-10, там, не знаю, х-100, х-1000, тоже всегда помню об этом, найди своих сподвижников, вот, ну, и, конечно же, когда ты испытаешь депрессию или, ну, там, подавленное состояние, не сиди, не скули, не бери какую-то водку там, не заливай это горе. Иди к этим людям, к своим сподвижникам, вот и все. Это поможет пережить плохие времена, выйти из депрессии и отправиться, ну, как бы, к качеству проживания жизни. Ну, вот я полностью рассказал то, как я делаю. Я хочу, чтобы ты начал жить по Рыбакову или, во всяком случае, попробовал жить по Рыбакову. Ну, а если это тебе поможет, напиши комментарий. Спасибо большое. У нас был предприниматель, миллиардер, религиозный диетик, как я понимаю, евангелист, ментор, музыкант и еще много. Стоп, 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 так некоторые называют, я пока не осмеливаюсь так сказать. Спасибо большое, Игорь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите на канал к Игорю, на наш канал. Вот, в общем, хорошего, удачи в бизнесе. Спасибо. Спасибо.